Руки помой, бегом. Бегом, руки помой. Ты рукавой одевай, бегом. Ходишь. Руки помыли, все? Да. А что без рукавов-то сидишь, Ваня? Бегать собрался? Давай, бей. Я его не вижу. Сидел до самого конца, ждал, Ваня. Это провокация. Я забыл. Иди отсюда. Бежать до тополей. Я забыл про рукавов-то. Ну отойди в сторону. Видел часы, смотрел, и ты просто провокат. Я забыл, что там рукавов-то. Все, не надо ничего говорить. Отойди в сторонку туда. Боже милостивый, не грешеный. Создал мне, Господи, помилуй мне. Бесчеславец и грешил, Господи. Прости меня, грешеный. Помилуй, благослови. Платочки. Вот, Тимофей тоже без рукавов. Сесюр наших нету. Ну да, я тоже без рукавов. Все, садимся за стол. Уже бегут. Игнать Игнович, Тимофей тоже был без рукавов. Подожди. Игнать Игнатьич. Почему у тебя нет, это, рукавов нету? Игнать Игнатьич, 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 ну надо еще разобрать. Что? Ну как работали. Потом разберем. Них нету. Вон они идут. Ну-ка назад тогда вернитесь. Назад все. Все назад. Все вернитесь. Прибежали они. Тепку назад, Ваня. Ставитесь на место. Почему мы так в доме бежали? Ну все, приезжайте-ка, все. Ты знаешь, что за стол садитесь? Чемазый. Чемазый. Я не знаю. Не надо мудрствовать. Побежишь за платочком. Это равнозначно нет платочка. Одинаково. Тарасий поднимет куртку, все поднимет. Становитесь. Держи там платочку. Еще раз помолимся. Господи, благослови. И освяти дары Твои, словом истинно молитвой. Хвала Тебя, 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 Святой Дух. Аминь. Объявление. Я утром говорил о том, что тут мошкара вас заедает. И надо туда, на вершину. Я сходил полностью, обкосил крапиву везде. Там возвышение. Ну, увидите, там подальше. Там костер видать даже с этой стороны. Вечером попробуйте утром сходить туда. Думаю, что там меньше будет мошкары. А если дует ветер, то там ветер прямо сдувает. Все, их вообще ни одной нету. Паня, встань-ка, следуй. Что-то, какой-то разболтан же. Ну, такая форма. Ну, где у тебя в армии или где такое ты видел-то? А ты просто позволяешь себе. Нельзя этого делать. У нас был Тимофей. Тимофей, говорю, этот. Степан. И он вот эту палку. Я не видел, где он взял ее, что. Качается на тарзанке. Несутся тарзанка. Это все-таки скорость довольно приличная. Палкой встречает, стоит на пути. Вот такой вот маленький пацан. Я в школу первый класс пошел. Теперь во втором. Что, это нормально? Это найти надо так. Хоть как промахли, ты обязательно ударишься. В лицо или куда. Что с людьми сделалось? Сам человек внес недостатками. Родился в барокамере выросли. Выросли. У него, видите, он какой он. Все эти несоразмерности. Господь его терпит. И он еще ходит, других людей пытается уродовать. Что это такое? Притом с крупными физическими недостатками. Он должен был бы каждого человека беречь. У этого все нормально, надо заботиться. Не тут-то было. Сейчас что делаешь? Скажи, что ты щеку оттягиваешь? Вот стоит, я разговариваю, щеку уступил вот так вот. Совершенно ненормальные дети-то. Почему ты нормально стоять не можешь? Что бы ни говорил, он в глаза под лоб закатит, в разбежку глаза на 13 сантиметров. Что-то хватает нос, выкручивает себе, губы куда-то на сторону воротит. Что с вами? Лишняя кожа на черепе. Я его наказал. Я говорю, ты никуда не уезжай. Он поставил лоцепет на дорожках. Я его подвел. Смотри, этот туалет, вот такой умывальник, он посередке поставил. Правильно? Неправильно. Я говорю, и куда не уходи. Сейчас будет обед, я всем расскажу про тебя, накажу, и тогда поедешь домой. А я домой хочу. То есть он не хотел домой, а тут сразу захотел. Был с нами, мы, ребята тут убирали камушки, чтобы ноги не резали. Надо разуться всем. Скиньте обувь. Все скиньте, потом возьмете ее. Схватился, я гляжу, он уже посередине пути там едет. Я поеду к родителям, увезу эту палку на память. У меня так просто не пройдет это. Значит, вечером молиться, туда сходите, посмотрите. Там ничего оказывается не надо. Просто холм, там была водонапорная башня. Она была засыпанная, чтобы не замерзнуть. Все сделано как. Тимоша, выйди-ка сюда. Вот, Тимоша, ты когда-то что делаешь? Я до сих пор не пойму, умышлен ты или нет. Вот эта вот дорожка, мы ходим, тут пыль. Пришел вчера, лег на дорожке. Чем это объяснить? У меня не хватает, говорит, шершариков в башке. Зачем ты на дорогу лег? Вот эта пыль. Ну ясно, что мы туда-сюда, туда-сюда. Это пыльная. Ты лег на дорогу, лежишь. Есть травка, вон девочки решили пойти. Трава, я им дал палатку, шинели, чтобы не замерзли. Чтобы от земли не тянуло. Тут понятно все, хотят отдохнуть. Тебя не запрещено. Ну идти на дороге и лезь, это что? При знаменовании чего-то будущего? Ты знаешь, что тебе погибли на дороге или что? Я этого не знаю. А? Я этого не знаю. Что ты? Он говорит, я этого не знаю. Ну не знаешь, ну ты шел на дороге, вдруг лег. Я гляжу, лежит на дороге человек брошенный, никому не нужный. Оказывается, это наш хороший Тимоша. Этого ни папа, никто за тобой не знал. Что с тобой здесь? Вот сейчас я дал, сказал, вот эти камушки, гвоздики выковырите, черные которые, кузница была. Они режут ноги. Гляжу, там сидит мой Тимоша. Вот он работал. Я отошел, дальше он сел. Ну вот перед тобой камушки подбирай налево. Как вот юродивые какие-то. На работе точно так же. И на работе тоже самое. Куда смотрят, то ли святые, то ли безумные. Камушки режут ноги. Маленькие, вот такие вот. Дал сосуд тут как. Баночка. Складывай в нее. Сразу только отошел. Ребятишек рассадил на всей вот этой, до той территории. Иду обратно. Здесь четверо нос к носу, как пальцы на руке. Вот так вот воткнулись. И там четверо все, никого нигде нету. Вот как смотрели я, легенда, когда собака-то убежала от нее. Он вдруг видит там в комнате, они стоят, эти манкурты. Прижались один к одному. Напоминает мне это. Мгновенно вот здесь вот отобрались, а четверо. Стоят, сидят вот так вот. Только разгоню, пошел туда, гляжу, там больше возраст. Точно так же ссунулись, сидят вместе. На работе точно так же. И на работе, и на картошке. Что это? Я объяснений не нахожу. Где-то я могу найти, тут я не могу. 44-й год, начальник лагеря, я не пойму, что с населением делается. Думаю, это компьютерные игры все-таки. Она вышла бы их из жизни, они не видят ничего. Вы вернетесь опять к той же заразе, бесовщине. Опять туда. Вы негодные жить. Жить негодные. Подумайте об этом. Какую бы работу ни дал, разницы нету. Они с разных концов мгновенно сходятся, уткнулись и стоят. Что это? Как же вы работать будете на своем хозяйстве? Как вы будете с детьми заниматься? Или что-то? Это отжившее поколение. Перемените отношение к делу. Сейчас побежишь. Игнать Клачевич, Игнать Клачевич. Кому ты опять не надел? Игнать Клачевич, к нему еще замечание есть. Давай. Выходи, Тимофей. Мы собирали жуков колорадских. Да. Я ему дал бутылочку, он туда собирал. Он взял потом земли, насыпал, подошел к большому ваню и за шиворот ему насыпал. Я не насыпал. Это вообще даже нельзя выразить. Какой-то как садизм в ребенке. Вся спина у него была в земле. Земля. Колорадские жуки. Самого большого увидеть ваню, подойти и за шиворот. Зачем ты это сделал? Я не насыпал. Я просто вот так махнул и все. Он не насыпал, оказывается. Он благословил его жуками. Ну зачем ты это делал-то, подошел? Не с жуками, а с землей. Ну зачем тебе это делать-то, к Ване-то подходить-то? Теперь собирайте жуков у Вани, было-не было. Чем докажешь, когда заснято это? Не умничай нигде. Бог отнимет разум вообще не будет. Не поймешь, как жевать надо. Все время у тебя лицо самое грязное. Почему? Я стоял метра три от него. Что он говорит? Он говорит, я стоял метра три от него. Как? Метра три стояла от него. От Вани. А метра три? Нет. Такого не было. Пол метра стоял от меня. Ну зачем тебе это все придумывать-то? Ты самый маленький. К самому большому лезешь. Я не пойму никак, зачем вам это надо? Почему у тебя лицо грязное все равно? Ни один вопрос ответа нет никакого. Ну ты помойся сейчас и руками грязными не сапайся за лицо. Ну посмотри на мальчиков. Ни одного такого лица нету. Не ховыряйте. Вот посмотрите. Сегодня я разбирал, где качаются и нашел реликвию. Вот что это такое? Да. Понятия не имею. Смотрите какая, как кобра какая-то. Кобра. Поднимается голова, капюшон раздрела. Веселица. Это дерево. Какое? Серьезно? Понимаете, если вы не знаете для чего, я примерно так подумал. Это было 26 или 27 лет назад. Это я делал. Это осина. Дерево, у которого не бывает занос. У него занос нету. Оно гладкое. Из него полы делают, когда их не надо красить. Они как бархатные. 100 лет будет. Как бархат. Осина. У нас это дерево есть, но есть еще строительная осина. И вот смотрите, какой она была толщины. А вот это вот я все обстрогал ее. Убрал лишнее, чтобы руками обхватывать. Это вот сделаны, видите, дырочки. Просверлено. И там вверху засеклялось и человек лазил по нему. Вот наши ребята так, она вот так высоко. Вот так примерно была. Тут подъехали какие-то, я не знаю кто-то, трактористы. Один подошел, вот так кто-то пошел уже наверху. И опять вот так назад спокойно встал и стоит. Ее даже хоть сейчас вешаю, она все еще держится. Это реликвия музейная. Как она сделана. Потом это что-то еще прибили, держали, видимо, где-то. Это шест для лазаря, он вас не интересует. Я удивляюсь, почему. Я вам сказку расскажу. У нас время есть. Так, Иоанна, выйди сюда, расскажи, как было там, занятия прошли. Ну? Все хорошо. Каждому по карману пришли. Ну, занимались сколько? Часа три занимались? Да. Занимались. Выходили, через 45 минут играли? Да. Так, что-то научились они хоть? Да, шить научились. Карманы у всех? Да. Все? Платочки у всех? Да. У всех. Ну, смотри еще. Маленько, один раз только стоило где-то. Вы, наверное, на часы не смотрели, чтобы два часа приближается. Мы так и подумали. Надо смотреть на часы. Вот это, иди-ка сюда. Вот это. Вот это у нее платочек называется. Видите как? Карман наполовину вырезаны. И платочки держатся. Это негде, он уже выпадает. Вот это вот. Отпороть. Вот это вот. А здесь это зашить. Чтобы он был сверху. Вот это место должно быть зашито. Тогда это нормальный карман. Видите как? Карман есть. Пол кармана отрезано. И дальше все наружу лежит. Уже ничего нет. Он уже выпал. Это издевательство над человеком. Вот разрезана юбка сзади и прочее. Говорит, у тебя юбка разрезана. Я говорю, сделаю. Будет мода. Мода. Все эти моды, которые есть, дают гомосексуалисты. Содомиты проклятые. А хватает их придурки, чтобы близко никогда в жизни никаких разрезов на платье не было. Вставьте клин, где разрез. Не позволяйте над собой издеваться. В одном царстве, в некоем государстве жили верующие. Одни старались, подвязались, а другие кое-как. И они ушли в другое место. И вот верующие, у одних там был священник, эти люди остались без священника, все как есть. Их решили посетить. И вот дальше начинается что? Страх перед вот этим прибором видео. Отчего такой страх? Я объяснение имею, но думаю, неполное. Нечистая жизнь. Мы сидим за столом. Не просто так за столом, а за столом сидят епископы. Епископы Патриаршей Церкви. Тут же секретарь епархии. Мы заранее по телефону договорились, будет у нас встреча. Все разрешается снимать, фотографировать, аудио записывать голос и писать рукой. Согласны? Согласны. Ну вот мы приходим, садимся за стол. Говорят, а мы тут решили. Вы не могли решить. Это ваша одна сторона, с другой стороны наша. Односторонний никак не нарушает. Это пакт о ненарушении. Гитлер нарушил и напал. Пакт о ненападении-то был. Нарушил-то не Советский Союз, хотя он его нарушил бы через две недели. Здесь та же самая ситуация. Я встал и вышел. Епископ один спрашивает, так он что, не будет участвовать в переговорах? А тот говорит, нет, он на это не пойдет. Вы договорились вчера? Договорились по телефону. Накануне договорились. Утром еще перезвонили. Все как надо. Приглашенные люди. Я, как правило, приглашаю корреспондентов, видео там, все это. И вдруг, да зачем мы будем записывать? Мы же не КГБшники. Хотя сто процентов епископов, в советское время все были КГБшники. КГБ ставило. То есть он начинает кривлять, епископ. Это нельзя делать. Мы договорились. И все, вопрос нет. Сидим в епархии. Открыто беседуем. Эта беседа будет напечатана. А потом мы восстанавливали, потому как написано, руку. Зачем это делать? Чтобы все остановится. Зачем? И вот в этом царстве некотором государстве верующие вместе со священником решили посетить тех, которые когда-то были верующие. Как там поднялась паника? Хотели записать, как они живут. Апостол Павел неоднократно говорил, Варнава, пойдем и посетим наших братьев, которые в другом месте живут. И далее они рассказывали, как они живут. Это послание апостола Павла. Здесь ничего нет. Страшная паника напала. Вы там снимали, вы у нас там то другое. Это лазутчики, это только... Совершенно смотришь, как сумасшедшие люди. Во-первых, у тебя в доме, высматривать нечего. Пришли друзья, паника напала. А почему? Вопрос, почему? Вот этот вопрос я всегда столью. Почему? Если все честно, прозрачные у тебя доходы, платишь десятину, у Бога, у людей не воруешь, жене не изменяешь. Что прятаться-то? Все равно открыто, Бог это знает. Чего они так боятся-то? В моей жизни, Бог милую, я ни разу, нигде не запретил, чтобы писали. Я не знаю, патриарх ездит, ездит президент, везде все снимается, и все это выставлено. Где бы он не встречался, все записывается. Вот драку устроили в думе, там Жириновский, женщину там ударил, все выставлено. Почему это факт был? Вот Киркоров напал на женщину, там пинает ее, все выставлено, ничего нету. Так а почему он в суд не подает? Это факт из жизни, не на кого подавать. И снимается все, абсолютно все. Есть места, где не разрешается. Когда допрашивает следователь, то у них пункт такой, видео убрать без разрешения судей, чтобы не было записано. Я судился многократно, я знаю это дело. А остальное все открыто. Я могу подойти сейчас, здание милиции фотографировать, где-то. зашел в милицию, вот милиционер остановил где-то, все это снимается, все выставляется. Как он требует документы, как что. Иногда это стоит ему должности, милиционеру. Это все в интернете, кто смотрел, может быть, они не грызи ноги. И вот у них, у этих людей, а люди-то за собой что-то, я-то за ними ничего не знаю, потому что в некоем царстве, это там, может, тысячу лет назад было, но видео уже там есть. Поднялась такая паника, это ужас. А почему? Ну, в первую очередь, уже сказать, ничего не было заснято. Самое-то главное-то. Ничего не было заснято. Но люди-то этого не знают. И они буквально из кожи вылупаются. Подадим милицию, это нас засняли. Какая милиция? Что-то есть. Бешенство ума. Никак нельзя. Звонки какие-то, что-то. И мало того, опирается на Писание. Серрахов, 11 глава, 29-30 стих. Что приходит лазучик, не каждый уводи в дом. Вообще. Апостол Павел пришел попроведать своих людей. А эти люди у меня пришли на занятиях. Эти люди пришли через меня в общину. Я их попроведать пришел, я лазучик. А почему? Потому что, видишь, вора сходишься с ним. С прелюбодеями сообщаешься. Вот почему. И поэтому там все ненормально, все выверщено. Все. Они там ереси, с еретиками молятся, сообщаются с самыми недобрыми людьми. Вот почему. Как мы должны на это реагировать? Усилить о них молитву? Никак. Никак. Поскорбеть. Как плохо уходить от церкви. Как страшно потерять друзей. Как ужасно быть неблагодарным. Как чудовищно преступно извращать Священное Писание. Это я вам сказку рассказываю. Это в некоем царстве, в некотором государстве. И мы должны все поставить на свое место. Апостол Павел, когда приходил, где жил, в тайны никогда в этом не было. А если было бы видео, ну, видео все было бы заснято. Иисус сел, говорит, отверг с уста и начал говорить. А если бы тогда видеокамера была, представьте, мы бы Христа сейчас увидели. Как Он сидит, наш Господь. Наш Господь и Бог. Воплощенный. Воплотившийся Деву Марии. Показали бы, как Он с людьми, как Закхея с дерева славит. Фильм есть такой. Иисус называется. Но это фильм. А если бы это было в реальности, Господь мог ли это запретить? Нет. Подходят к Нему ученики. Они еще даже не ученики. Он увидел идущих учеников. Первая глава Евангелия Тяна. Господи, а где ты живешь? Ну, откуда Он знает? Он-то знает, кто они такие. Они простецы. И теперь идут и смотрят. В другом месте Господа, ты если так-то посети нас. Он идет, посещает дом этого сотника. Нигде тайны не делалось. Все было прозрачно. Он сидел в мытарь, обирал людей. Это все так и говорится. Побивали Стефана красочные картины, одежды положили, стал, стережет. Но если было бы заснято, что? Он стал бы в милицию подавать? Безумие. Мы должны благодарить Бога за тех людей, которые изобрели этот прибор, которые фиксируют факты. Его боятся только люди, преступно живущие перед Богом, перед Исом Божьим. Это люди, не верящие в суд Божий, что перед Богом пишется памятная книга и откроется тайное деяние. И Бог будет судить помышление и намерение сердечное по слову своему. Помышление и намерение. Сегодня их нельзя на камеру зафиксировать. Вы видели, вчера в фильме показывали, как она садила ее, а потом показала, что ты не такая, у тебя необычная. Двум фракциям она принадлежит, бесстрашен там, всякая муть. Там ворона застряла на дереве. Ну что, она где она сейчас? Вон там. Что, она застряла? Да. А как вы знали, что застряла? Она не может выпутаться там, крыльями масло-пасло не может. Ну, кто, нога застряла у нее или что? По-моему, это маленький вороненок. Он застрять не может. Это не вороненок. Нет, он улетит. Они, как правило, не застревают. Какие девочки плохо слушали и плохо делали? Были ли такие? Не каждый, каждый шил. Кого называет? Никого. Никого. Я не захожу к девочкам туда. Ну как? Питер Николаевич, где у нас? Он закрылся там. Вы поете такое? Заброшенный хлеб за иголку. Как много дурных, а поганиных. По-ем, по-ем. Никакого толку, да? Я пришел и сказал, мне ступать надо. Я зашел босиком. У вас там нет иголки? Нет, нет, все. Я пошел и на иголку наступил. Чья эта иголка была? Чья? Ну кто взял-то иголку, положил после этого там с мешочком-то? Что? Спрятались? Ну было это или не было? Было? Было. Было. Так, чья эта иголка? Не один. Ни в жизни найти. Это брошенный хлеб и иголка. Вот это плохо, что вы не сознаетесь. Ну другие в это время в стороне были, ну, лежала на полу. Я спрашиваю, нету ничего ступить на иголку? Телефон, телефон. Ой, с какой надеждой смотрит некоторый на телефон. Телефон. Говорит. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, конечно. Арсений. Покажи себя. Держи. Привет. Нормально. Нормально. Мы сейчас будем. Арсений работает. В Арсений уже похвальные слова идут. Можно только радоваться, что изменения какие-то есть. Нормально. Так, полминуты и заканчиваем. Там, кажется, проволочка. Посмотрите под ногами. Я увидел. Вы нет. Так, все. До свидания. Так, все? Нормально. Все, мама довольна? Слава Богу. Ты ее порадуешь. Ты должен вернуться настоящим мужчиной. У тебя уже идет по-другому. Я просто говорю тебе. Заметные изменения. Вы знаете, как он был. Он слушать не мог. Он на воду исходил. А сегодня он работает, бегает, купается. Так, сегодня почему с пирса там бежали поврось? Надо дождаться, сколько-то времени кто-то оделся. Когда один оденется, полностью один. И после этого я даю. Считаю тогда равнение на нее с той, который оделся. Он стоит бежать. Считаю до пяти. Раз, два, как сказал, пять. Хватай, что у тебя было, не надел. Потому что один оделся. Из воды вылезли вовремя. Одновременно. И бежать вместе. Да бежать и зайти в высокой качели. Сиденья. Рукой коснуться. Как бежишь, твое дело. Но бежать. Маленько вы, может быть, там остыли. Туда идти надо шагом. Медленно посидеть. А оттуда бежать. Вам все понятно? Да. Это касается и девочек. Видите, сколько у нас новинок новых. Чтобы приготовили холм. Туда пойдете вечером молиться. Я уже сделал замечание. Все у нас. За стол. Бегите двое. Бегите. Да фонд pricing. winning цепочку. Возьмите бракуя. Прибавите супер Что-то удобное. Что-то 립! У взбернет. Что-то лучше? У нас! Возьмите сын. Так, садитесь в свои места. Как говорится, согласно купленных билетов. Места нет, туда нельзя садиться, это устащенное место. Вот так. Значит, тебе лучше было бы садиться туда, на тот столик, вылезь оттуда. Зачем сталкиваться? Вылезь, там у нас Тимоша сидит, он прибежит туда сядет. А, у нас места хватает. Можно маленько подальше, тут удобно подавать. Внимание! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Покажи, Форсине, как ты персты складываешь. Почему у тебя все пятернёй? Плотно нажмите, или два, или три пальца, сожмите плотно. Плотно держать. Давайте, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. По славу Божию. Нет, ничего нет. Ладно, ладно. Квас почему-то не принесли. Принесет сейчас. Принесет сейчас. Ура, 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 ура. Вот, вот, вот. Продолжение следует...